Сегодня займемся точными науками. Будем делить, если в вашем распоряжении большая комната или квартира-студия, ее можно разграничить на зоны. Есть два варианта – капитальный и декоративный. Последний – мобильный, его легко переместить в пространстве. Это может быть стеллаж, это может быть штора, это может быть стеклянная перегородка, что уже скорее не бюджетный вариант, потому что они стоят подороже. То есть вариантов множество. Перегородкой можно отделить рабочую зону, спальное место или уголок для детских игр. К каждому сегменту помещения важно подвести освещение. Это могут быть дополнительные лампы или торшеры. Чтобы не возникло проблем с розетками, деление на зоны лучше спланировать еще на этапе ремонта. Самое мобильное – это перегородки, какие-то ширмы, стеллажи, металлическую конструкцию можно сделать от пола до потолка, заставить зеленью, чтобы дать интерьеру немножко свежести или какими-то декоративными предметами. Стеклянная перегородка, она больше используется, когда нужно добавить целую комнату. То есть это в основном как раз для спален хороший вариант. То есть если у вас квартира-студия, либо просто большая площадь, которую нужно как-то отзонировать. Все, что невозможно передвинуть – это капитальные перегородки. Они почти как стены, так что их в любом случае необходимо узаконить. Зато они не просто разграничивают пространство. С помощью новых стен можно кардинально изменить турнировку. С капитальными посложнее. Они возводятся во время встройки. Есть, конечно, варианты, когда можно прямо гипсокартон возвести на пол. Но это все равно немножко незаконно, даже при условии, что вы ее снесете, если вдруг кто-то к вам придет с проверкой. Будет ли она держать какую-то полку, насколько ее в дальнейшем будет утяжелять, лучше сделать закладные. То есть если будет висеть телевизор, гипсокартон, это, понятное дело, что не закрепится нормально. И, в общем, вот такие моменты нужно продумывать сразу. Если подобные расчеты для вас очень сложная наука, всегда можно доверить планированию специалистам. А самому пока пофантазировать, чем декорировать будущую стенку или стеллаж.